Всем привет, друзья! Я Ольга Прокудина. Люблю садоводство, работаю в области товара для садоводства. Поэтому, если что-то интересно, спрашивайте. Я буду рада ответить вам в комментариях. А сегодня у нас разговор пойдет о розах, которые мы покупаем в магазинах. У меня вот здесь без красочной коробки. Коробка нам особо сегодня не нужна для ролика. Итак, разберем все о посадке роз. Ну, не в открытый грунт, а что мы делаем с купленной розой до высадки в грунт. Вот они у нас и так идут, закрыты корневой системой. Вообще, если мы купили такое растение, оно еще должно быть только на набухших почках. Как у нас здесь есть почечка набухшая, они уже чернеют. Мои почки. Вот так запускать растение не нужно. Это я вам сразу скажу. Купили мы растение, должно быть вот только почечки на розах должны быть. Тогда это прям хороший саженец. Есть еще шанс, что он у нас полежит. Но положить мы его должны в прохладное место. Скорее всего, это погреб. И, ну, вряд ли там все равно может быть, как в хранилищах, обеспечена нужная температура. У вас тоже может она пойти в рост и тянуться. Вот так же, как и я, из хранилища мне привезли. Я поставила на работе уголок. И она у меня моментально, там буквально при комнатной температуре, за неделю-две, она вот так вот вытягивается. Если у вас есть хранилище, значит, мы храним купленную розу и ничего с ней до посадки не делаем. Ждем, когда на улице будет погода для высадки и высаживаем уже все без проблем. Только не забываем, да, кто неопытный, что вот здесь вот есть корневая шейка. Я еще сейчас ее поближе вам покажу. И закапывать нужно будет розу, чтобы корневая шейка на 5 сантиметров была в грунте. Чтобы вот здесь от прививки не пошел волчий побег, это будет у вас простой шиповник. То есть сажаем, углубляем место прививки где-то на 5 сантиметров и утрамбовываем ножками своими. Вот здесь хорошая почечка, вот на этом месте. Так, ну вот у меня произошла такая проблема, что растение вытянулось и мне надо что-то с ним делать. А делать уже больше нечего, как нужно взять и посадить его в горшок. Вот у меня такая рожка, литера на 3, наверное, она. Важно, чтобы корневая система вся вошла. Вот такой горшок и подбираем. Можно еще посадить в полторашки, но в полторашки там вот довольно сложно грунт утрамбовывать. Тогда можно взять пятерку или трешку оптимальную. Вот в трешку посадить пластиковую и будет прекрасный эконом вариант. Только дырочки не забудьте снизу сделать. Я теперь что буду со своей делать? Я вот этот вот побег вот так обрежу. Можно было бы вообще подрезать, скорее всего уже пользы не принесут. Так, достаю из пакета. Сейчас. Так, вот они. Бабилон первого у меня называется. Уважаю, 2023 года. Я не буду говорить, какой агрофирма эта роза. Мне сложно будет и догадаться. Но саженцы у них всегда отличные. За качеством они следят. Не семена у Таи, я имею в виду. Если кто-то подумает. Так. Все, мы разматываем. Здесь у нас опилочки. Опилочки мы можем... Опилочки мы можем смешать с грунтом. Так, сейчас, 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 аккуратненько. А, это браслет. Думаю, что тут включить. Землю берем желательно, чтобы была легкая. Если это ваша с огорода, тяжелый грунт, обязательно добавим торфа, обязательно добавим песочка. Вермикулиты, перлиты будут отличные легкие грунты для рассады и для саженцев. У меня вот такой, опять свой рваный пакет покажу, как в прошлом ролике. Терравита. Еще называется «Живая земля». Фарп. Производитель, по-моему, питерская фирма. Ну, в Питере они есть и в Новосибирске производители. Вот такую применяю для всего и у меня все прекрасно. Так, теперь, это все мы опинки уберем аккуратненько. Видно там, да? Аккуратно, потому что здесь уже на этой розочке у нас есть свежие корешки, светленькие. Вот какая красота. Сейчас я вам поближе покажу. Сильно требушить не буду. Вот смотрите, такая корневая система. Не как узбекская морковка, там два корешка сидят и все. А здесь вот хорошая корневая система. Почечек еще здесь достаточно у меня, так что есть шанс. Так, я сейчас примеряю. Вообще хорошо бы корневую всю расправить. Да, у меня все бывает, но корневая шейка маленько не лазит. Ну ладно, ничего страшного. Для выращивания в горшке это не так критично. Потом в грунт, когда буду высаживать из горшка, тогда я уже углублю, обязательно углублю корневую шейку. Так что, вот здесь у нас дренажное отверстие. Ой, стыпится. Сейчас опять заново буду пылесосить. Дренажное отверстие я беру, решаю так, листик кладу. И все, я могу вниз опилочки положить. Вот эти логенькие. Вообще у нас для соответствия цветового и сортового с осенью сажали в горшки и в теплице выращивали наши специалисты. И прекрасно в горшках она, роза растет. Если это хороший посадочный материал, так я вот ее маленько даже уже присогнула. Вообще нежелательно. Я, чтобы ее хорошо углубить, вот так вот углубляем и утрамбовываем. Вот она у нас маленько садится. Ну что, быстренько, быстренько, быстренько. И. Так. У меня даже заглубилась шейка. Прекрасно получилось. И поливаем аккуратненько. Потому что там уже довольно сухое. Вообще, если у вас несколько саженцев, не один, даже многих там бывает, и они у вас на хранении, обязательно проверяйте на влажность опилок, чтобы опилки не пересыхали. То есть залезли в погреб там за картошкой, или зачем нужно. И проверили на влажность. Как это проверить? Это легко вы ощутите. Вы возьмете саженцы руки, и по весу вы ощутите, что он стал легкий. Тогда мы что делаем? Мы отверткой или шилом протыкаем вот этот мешочек. Ну, из этого вытаскиваем. Вот этот стретч протыкаем, набираем ведро с водой, любое, и вставляем туда эти саженцы. Саженцы напитываются за ночь, там, допустим, оставили на ночь, напитались, все, вы их вытащили и разложили. И так обеспечить и увлажнение. Все. Я полила. Вот такой у меня получился горшочек. Растимая розочка. Вот теперь у нас будет шанс, очень даже большой, что наша розочка будет радовать нас. Уже сейчас тронется, в рост будет расти, и все будет у нас прекрасно. Высадим ее уже потом в открытый грунт после риска возвратных заморозков. Вот вроде бы и все, да? Надеюсь, все понятно. Применяйте, пользуйтесь. Ну, а вам спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк, как образную связь, как своего рода касание. Мне будет очень приятно. Всегда хочется почувствовать обратную связь с вами. До встречи, мои дорогие. Надеюсь, было интересно со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!